Можно подвести некоторые понежеточные итоги. Я уже не говорю о том, что через полгода вся страна пройдет в предвыборный этап, мы с вами будем выбирать главу государства. И сегодня можно с очевидностью, со стопроцентной очевидностью констатировать, что основные приоритетные задачи, которые мы с вами ставили не только на 2017 год, но и на исполнение майских указов президента страны Владимира Путина 2012 года, мы достигли позитивных, положительных результатов. Самое главное, что можно сегодня тоже, а в этом сегодня можно говорить с абсолютной уверенностью, все социальные обязательства, которые правительство региона брало на себя перед населением республики, на сегодняшний день выполнены и выполняются в полном объеме. Если еще вчера, в недалеком прошлом, майские указы по некоторым позициям у нас были, пусть небольшие, но тем не менее, моменты в отставании, сегодня их просто не. Я убежден, что правительству удастся сохранить темпы, которые мы взяли, и 2017 год мы завершим на том же положительном уровне, который есть. Теперь, говоря о тех задачах, которые были нами поставлены перед собой буквально некоторое время тому назад, или, если хотите, наверное, приоритетные, институтские, как сейчас можно сказать, направления. Наш разворот в сельское хозяйство, к сельскому жителю, к селянему, к фермеру, он себя полностью оправдал. Говорят о себе сами цифры, приведенные в докладе министр финансов. Сегодня мы лидеры в Южном федеральном округе, боюсь ошибиться, но, наверное, и в одних из первых в целом по Российской Федерации по затратам, бюджетным затратам я имею в виду, на сектор АПК. Это примерно около 7%. Если в среднем по стране брать, то мы в три раза практически превышаем эту цифру. Говорит о себе и тот момент, который мы, может быть, иногда забываем, но я его до сих пор считаю для себя приоритетным, и мои коллеги из правительства определяют его для себя приоритетным. Это, конечно же, опора на свои собственные силы, рациональный, разумный взгляд на свои возможности и потребности. Я поясню, что я имею в виду. Здесь уже неоднократно прозвучало, поэтому вынужден об этом говорить и повторить сегодня. Допустим, по некоторым объемам участия в государственной поддержке федерального уровня мы намеренно отказывались, потому что не находили возможности в участии софинансирования. И вы, уважаемые коллеги и депутаты, все эти меры сами же принимали. Давайте вспомним конец 2014 года и наш отказ от участия в программах молодой фермы, начинающей фермы, семейное строительство. И вот те, присловутые 200 миллионов, они не приходили и уходили, а это квоты, которые нами не были использованы. И мы осознанно шли на это. Поэтому, собственно, в 2016 году в этих программах и не участвуют. Сегодня точно такая же ситуация, и, собственно, опять же прозвучало в докладе у министра, стоит по так называемому погашению процентной ставки по субсидированию. Игорь Александрович, еще не знаю, вчера вечером я получил официальный отказ министра сельского хозяйства перераспределить эти полумиллиарда. Мы используем там всего около 230, по-моему, с лишним это на протконтракт и небольшая долинка по нашим терминам. Все остальное мы просили перераспределить на миллиарацию, миллиаритивные расходы. Но, к сожалению, у Игорь Александрович, кто это тоже отметил, требует поправки в бюджетный кодекс, естественно, в Министерстве сельского хозяйства, но это не значит, что они пришли и вышли. Мы сегодня говорим, что мы их принимать не будем. Мы отказываемся. И вот этот приоритет, и, кстати, это не только в Министерстве сельского хозяйства. Кстати, Владимир Маклеевич знает, как никто другой, закредитованных наших христианско-фермерских хозяйств, СПК и прочее, прочее, прочее. И только по этой простой причине многие из наших товаропроизводителей и сельхозтоваропроизводителей не могут и просто не имеют юридического права участвовать в той господдержке, в том годном кредитовании, в так называемом 5%, которую осуществляет Россерпостбанк. К сожалению, даже не филиал, а отделение Россерпостбанк. И тот же Владимир Маклеевич знает о том, что это компетенция федерального правительства и компетенция центрального руководства Россерпостбанка об оперативной деятельности на территории того или иного субъекта. Еще раз хотел бы напомнить и просто-напросто коллеге понять, что для себя мы расставляем приоритеты. И приоритет трезвой оценки своих собственных возможностей и собственных потребностей у нас на сегодня существует и есть. И слава Богу, что он есть. Собственно, это и привело к тому, что, как было, опять же, прозвучалось, акцентирую просто ваше внимание из доклада министра, мы лидеры по уровню доходов, собственных доходов за прошедший трехлетний финансовый период. Вы знаете, за трех министерств финансов берет цифру не за год, а за трехлетний период и оценивает деятельность того или иного субъекта Российской Федерации. Так вот, в Южном федеральном округе мы видим, несмотря на, ну скажем так, несопоставимость объемов доходов наших соседей. Хотел бы отметить еще одну немаловажную деталь. Коллеги депутаты предыдущего СОЗЭВа помнят, что мы 11-й год начинали с 73,4%, то есть более четверти всего лишь мы производили сам, нашего собственного бюджета. Все остальное мы датировали. Сегодня, на 1 июня 2017 года цифра составляет 48,5. Свыше половины тех расходов, которые нанесем и на экономику, именно социальные обязательства. Мы с вами, уважаемые коллеги, зарабатываем сами. Меня здесь удивляет ваши слова и позиция о том, что сокращается налогооблагаемая база и прочее, прочее, прочее. Тогда откуда у нас эти средства? Тогда откуда у нас 126-процентный рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет, что, собственно, вы обсуждали и знаете по сравнению с предыдущим финансовым 15-м годом? Как вы понимаете, результаты 2016 года пока еще не подведены официально, но и там у нас есть определенные позитивные результаты. Тогда откуда мы с вами сегодня показываем 10-процентный рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет по истечению первого полугода? Ну, это все, скажем так, приятные, да, положительные моменты. И тем не менее, мы со всей ответственностью, как партия власти, признаем, и это произносится не только здесь, в нашем зале, это произносится в первую очередь с уст главы государства. В чем же причина сегодня проблем, которые остаются? Проблема, конечно же, остается и огромная проблема снижения реальных доходов нашего населения. Если гипотетически взять ситуацию, хотя, конечно же, только в русском языке, в учебниках грамматики существует так называемое сослагательное наклонение, но тем не менее, если взять темп и рост доходов нашего населения, которые есть на сегодняшний день, и сопоставить их опять же с периодом трехлетней давности, если бы инфляционные вихри, которые бушуют сегодня, если бы так называемый санкционный режим, который привел к росту курсовой разницы, все это оставалось бы на уровне 2014 года, у нас бы с вами был бы замечательный и значительный проект. Но этого реально не происходит. Мы это признаем. Более того, вчера на заседании комитета по развитию стратегических правительственных направлений президент страны сказал, каменный век закончился не только потому, что камень закончился, а потому, что произошли серьезные перемены в развитии как общественных, так и хозяйственных отношениях, если их можно так сказать, того периода. Сегодня стране нужен рывок. Такой же экономический рывок нужен и нам. Мы понимаем об этом. В Петербурге уже в открытую официальность трибун с различных трибун, из уст разных руководителей правительства, и опять же повторюсь, в том числе главы государства, звучали слова о структурных реформах. Все это не за гора. Но меня радует только одно, и скажу откровенно, мы имеем серьезную аргументационную базу смотреть на будущее с позитивом, что все то, что сегодня происходит у нас в регионе, применительно в Калмыкии, тем более на протяжении вот этого трехлетнего периода, кризисного периода, мы прошли достойно. Сегодня все это вселяет в меня уверенность, что и в эпоху так называемых структурных реформ, мы войдем, ну если не с положительным запасом, то по крайней мере с серьезными, позитивными, с изменениями нашей информации. И самое главное, о ментальности нас с вами. И еще не могу об этом просто-напросто не сказать. Уважаемые коллеги, мы все знаем, какие огромные средства, подчеркиваю, не только из федерального бюджета, но и из республиканского бюджета, были затрачены за последние годы для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашим населением в части, касающиеся ввода в эксплуатацию объектов, которые должны были быть введены еще 8 лет тому назад. С завершением реконструкции капитального ремонта больницы республиканской больницы имени Жемчуева, мы практически эту задачу с себя снимем. И все это, опять же, я говорю, это только фон. Фон тех изменений, тех перемен, которые произошли. При этом, мы еще раз повторюсь, не снимаем в себя ответственности за те недочеты и в дорожном строительстве, и в здравоохранении, и в обеспечении, выполнении своих обязательств по дополнительному льготному обеспечению. Не секрет, мы же не скрываем от этого, что мы идем с долгами, мы идем к хроническому. То закрываем, периодически выравниваемся, потом опять. Но мы об этом говорим открыто нашим людям. И я просил бы вас, уважаемые коллеги, тоже не почивать на лаврах и не строить воздушные замки, а говорить со своими избирателями открыто и ясно, но говорить компетентно. Компетентно и профессионально. Анатолий Васильевич, я считаю, что было бы целесообразно, когда проходят слушания, комитетские заседания, когда и в нем участвуют члены комитета и прочее, все депутатское сообщество, не только Народного Курала, но и всей республики должны получать информацию о том, что и как происходит с цифрами. И чтобы не возникало вопросов сейчас, даже сегодня, во время нынешнего, сегодняшнего заседания по учебным пособиям, мы взяли на себя обязательства. И из уст министра прозвучало о том, что эти дополнительные средства. Никогда такого не было в республике, чтобы в мае мы выдавали 100% учебные пособия всем нуждающимся, всем ученикам наших школ. Как правило, мы даже с задержкой выполняли это в сентябре. Но опять же, уважаемые коллеги, это на вашей памяти. Вы принимали решение о том, что мы просто-напросто форсировали режим исполнения своих социальных обязательств. Дмила Ивановна помнит, мы брали на себя сначала первый-четвертый класс, потом четвертый-восьмой класс и восьмой-одиннадцатый. За три года мы с вами это сделали вчера, в шестнадцатом году. Взяли и выполнили. За мелкими недочетами, за которые, конечно, правительство и ответственные люди ответят в некоторых школах. За мелкими недочетами. Но в целом проблема снята. И она будет постоянно находиться и под моим личным контролем, и под контролем председателя правительства. Уважаемые коллеги, я хочу сказать о том, что, безусловно, уровень задач и проблем, которые стоят перед нами, они еще по-прежнему высоки. Уровень наших обязательств перед нашими населением населением очень высок. Сегодня еще много и много предстоит сделать. Но при этом нужно помнить о том, что у нас есть фундамент и база, с чего стартануть. В прошлом году помнится, в декабре выступая перед вами я говорил о том, что мы практически вышли на нулевой этап. при том, что понесли огромные расходы, непредвиденные на достройку объектов 2009 года, при том, что при этом выполняем все социальные обязательства, при том, что при этом и дополнительно строим, строим, строим и вкладываем в реальный сектор экономики, в наше животноводство. И отдача от нашего животноводства на сегодня на лицо. Вы что, полагаете, что только лишь наши так называемые члены КГН, крупные налогоплательщики приносят нам основные доходы? Или пресловутые МДФЛ? Нет. Это все тысячи и тысячи наших сельских тружеников, которые работают и трудятся на селе. И которые сегодня привносят в копилку нашей республики те как раз проценты, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Наш разворот к сельским муниципальным образованиям, к районному муниципальному образованию, обеспечение их собственными ресурсами, источниками финансированиям привел к положительным результатам. Вы услышали из доклада, более чем на треть вырос объем финансовых средств, доводимых, будем так говорить, на землю. И теперь это уже ответственность наших талектам, районных законодательных собраний, сельских законодательных собраний, эффективно и внимательно контролировать за расходами этих средств. Вы помните, некоторое время тому назад наш объем участия в дорожных фондах, районных муниципальных образований был просто смешным, об этом говорить даже не столь. Сегодня мы его доводим, ну пусть не до идеала, но по крайней мере до более-менее приемлемого уровня. Поэтому собственно появляются в районных центрах и даже в некоторых сельских муниципальных образованиях посолки, тротуары, появляются дороги, улиц асфальтированных, кстати, в том числе и в городе Викторске и помните в прошлом году. Я убежден, что с таким подходом мы в самое ближайшее время сможем справиться с тем объемом требований, которое заслуженно, законно предъявляет нам, наше население. Спасибо за все. Спасибо.